В Неницком округе началась генеральная уборка. Первой была ликвидирована несанкционированная свалка в районе аэропорта. Груду люминесцентных ламп, которые относятся к первой категории опасности, обнаружили активисты Общероссийского народного фронта. Они обратились в Росприроднадзор и прокуратуру Неницкого округа, чтобы привлечь к ответственности организатора свалки. В течение двух недель от нее осталась груда старых досок. Теперь общественники взялись за следующий объект. Эти кадры были сделаны 20 января. Груда сложенных друг на друга картонных коробок с лампами. За счет содержания ртути люминесцентные лампы причисляют к самой опасной – первой категории отходов. Хранение их в таком виде бесспорно недопустимо. Неосторожная игра детей в этом районе может обернуться большой экологической проблемой. Как выяснили в ходе расследования активисты Общероссийского народного фронта, этой груди по меньшей мере один год. Лампы складировала компания, которая имеет лицензию на утилизацию подобных отходов. Деньги от населения за свои услуги организация брала исправно. Только ВОЗ с лампами утилизировать не собиралась. К проблеме подключились общественники, прокуратура и Росприроднадзор. На сегодняшний день ламп нет. Власти округа быстро среагировали. Лампы вывезены. Но до сих пор остается у нас свалка покрышек от машин грузовых и также бочки с маслом. Масло, топливо – неизвестно. С этой свалкой будут работать по той же схеме – обращение в прокуратуру, Росприроднадзор и окружной департамент природных ресурсов, экологии и АПК. Кроме того, она будет отмечена на Всероссийской интерактивной карте нелегальных свалок. В дальнейшем все свалки мы будем указывать на интерактивной карте на Яндексе. Это карта общероссийская и мы надеемся, что она станет определенным предметом для работы, что она станет такой настольной картой для органов власти, которая работает по устранению бытовых отходов. Первая в России интерактивная карта несанкционированных свалок уже запущена. Идея сервиса в том, чтобы каждый гражданин мог отметить обнаруженную свалку в своем поселении. Поучаствовать в проекте может любой гражданин. Для этого нужно зайти на портал, на сайт проекта, выбрать свой регион, отметить точку на интерактивной карте и написать свое сообщение. Также к сообщению о незаконной свалке нужно добавить фото или видеофиксацию. После того, как на карте появляется новая точка, к указанному месту отправляется рейд активистов ОНФ. Дальше проводится совместная работа общественной организации, органов власти и надзорных ведомств. Первая точка на карте Ненецкого округа уже отмечена, а значит, работа по устранению мусора будет запущена в ближайшее время. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север.